МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По технической оснащенности они отвечают самым высоким мировым стандартам. О том, каково это учиться в школе 21 века, расскажут Олег Зверев и Марина Кравцова. Чтобы попасть из детского сада в мир большого знания, достаточно перейти дорогу. Три корпуса самого большого в Европе дошкольного учреждения логично продолжает самая современная в России школа. И таким образом обеспечивается непрерывный образовательный процесс. Учитель физики Галина Евгеньевна Быкова не без гордости рассказывает о новых возможностях в преподавании. Еще не распакованные оборудования геолаборатории соответствуют самым передовым мировым стандартам. Каждый ребенок может провести самостоятельный эксперимент, может построить свой опыт, может сам выдвинуть какую-то гипотезу, развить ее. Школа в микрорайоне «Крутые ключи» задает самые высокие стандарты для всей России. В День знаний принимают почти 2000 учеников. На праздничную линейку прибыли губернатор Николай Меркушкин, глава Самары Олег Фурсов, депутаты Государственной Думы. Это первая школа в регионе, которая строилась по федеральной программе модернизации образования. В этом году в Самаре пришло учиться на 4000 учеников больше, чем в прошлом. Нам надо будет и дальше строить школы, нам надо и дальше строить детские садики, и мы это обязательно будем делать, и прежде всего в новых микрорайонах. И хотелось, чтобы у вас, у детей, у учащихся, у учителей в этом новом учебном году как можно больше было успехов, как можно больше было побед. Подготовлена документация на строительство 10 новых школ, и мы очень надеемся, что при поддержке наших депутатов, при поддержке нашего губернатора, мы сумеем в следующем году увеличить количество строящихся образовательных учреждений в нашем городе. Этой школе присвоено имя выдающегося конструктора-оруженника, дважды Героя Социалистического Труда, Героя России Михаила Калашникова. Знамя вручено на торжественной линейке. Всего в Самарской области сегодня пришли в школу 310 тысяч учеников. Из них 4 тысячи, то есть почти полтора процента от общего числа, будут учиться вот в таких современных учебных заведениях и новостройках. Сегодня же подобная школа открывается в поселке Волгария, а в декабре свои двери откроет школа еще больше, чем эта в Южном городе. В Волгарии сегодня также работает съемочная группа телеканала «Самара ГИС». Я передаю слово Марине Кравцовой. В новом микрорайоне Волгария открылась первая школа. Построили ее в рекордные сроки, меньше чем за год. Началась стройка в ноябре 2015-го. Здание отвечает всем современным стандартам. Построено оно по спецпроекту с использованием передовых технологий. Здесь есть и актовый зал со сцены, и два спортивных зала, и современная медиатека. Маленькой школу тоже не назовешь. Здесь будет 40 классов, а это около тысячи учеников. Наверное, больше, чем дети. Открытие школы ждали родители. Школа буквально в двух шагах от дома. Времени на дорогу теперь тратить не придется. На торжественной линейке собрались сотни семей. Мы первый кирпич закладывали, когда ребенок стоял рядом, смотрел. Очень хорошая новая школа. Большая, просторная, все места хватит. Рядом с основным зданием спортивная площадка с беговыми дорожками, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками. Мы здесь с вами не так давно открывали детский сад. Здесь еще построен еще один, и будем строить еще детские сады. И я думаю, придет время, и это время совсем недалеко, когда мы с вами закладывать будем еще одну школу, и открывать будем еще школу. И мы видим те изменения, которые происходят в городе. Строительство этой школы, строительство школы в крутых крючах, появление новых микрорайонов. Это все те позитивные изменения, которые происходят в нашей жизни. Очень важно, чтобы эти изменения продолжались. Фактически в новое здание переехала 57-я школа, история которой начиналась больше века назад. За время существования школы она меняла свой статус, меняла свой номер, свое наименование. Но тем не менее, с 1896 года впервые в Засамарской Слободе было открыто учебное заведение, ставшее впоследствии школой 57. В новой школе уже набраны классы с первого по восьмой. Мест хватит всем детям из Волгаря. Микрорайон растет, а значит продолжится и строительство социальных объектов. В планах построить и дополнительные спорткомплексы. Марина Кравцова, Олег Зверев, Константин Головин, Максим Гусев. События. Необычный урок подготовил для школьников Самарский зоопарк. Погладить ягуара и варана и пополнить свои знания о животных. На экологическом дне знаний побывал Алина Чемерис. В гостях у питомцев Самарского зоопарка школьники знакомятся со сказочными героями, участвуют в тематической викторине. Когда к детям выносят двухмесячного ягуара Азара, он сразу отвлекает на себя все внимание. В природе дикие звери тоже обучаются, правда школу жизни проходят гораздо быстрее, за полтора-два года. Охотятся и выживать их учит мать. А для Азара преподавателями и наставниками стали сотрудники зоопарка. Мы даем им игрушки всякие разные, как по-гримбулски детям мы тоже даем. И вот они на этот звук им интересные, они начинают, ну инстинкт-то есть у них. То есть она кидается на него, кусает лапами как-то, бьет. То есть он сам обучается. Менее ответственны родители пернатых, они не тратят много времени на воспитание потомства. Их главная задача вывести птенцов. Курица породы Брама, ей всего три месяца, это подросток, но уже вполне самостоятельный. Эта порода домашняя, и их обучение, когда они вылупляются, заканчивается, не успев начаться. Чтобы научиться находить зерно и клевать его, им требуется всего один день. А вот у рептилий все совсем иначе. Они с рождения предоставлены сами себе. Их уму-разуму учит дикая природа. Они целиком и полностью полагаются на инстинкты. Рептилии могут адаптироваться к любым условиям. Этот варан уже научился узнавать сотрудников зоопарка и проявлять характер. Вот только стоит подойти к террариуму, если он голодный, он сразу же начинает искать, встает на задние лапы и выпрашивает еды. А так по характеру, как котенок. Рептилия. Сотрудники зоопарка уверены, знакомство детей с животными позволит и тем, и другим научиться доброте и доверию. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. К первому сентября готовились и ученики автошкол. С осени в силу вступает новый регламент сдачи экзамена по правилам дорожного движения. Изменения коснутся всех трех частей, из которых состоит испытание. Что же именно изменилось, выясняла Олеся Корецкая. Водить машину студент Максим Козиков научился давно, дождался совершеннолетия и готовится сдать на права. На площадке отрабатывает новые элементы, готовится к экзамену во второй половине сентября. По новому регламенту. То же самое, только два упражнения новых прибавили и все. Нет, не волнуюсь. Одна из причин, почему меняют правила сдачи экзамена – растущая интенсивность движения и загруженность на дорогах. Нужно учиться ездить в условиях, когда все вокруг занято машинами. По новому регламенту экзамен по правилам дорожного движения становится более конкретизированным. Например, при сдаче навыков практического вождения кандидат-водитель должен уложиться в определенное время, а также не нарушить отведенные расстояния между элементами площадки и машиной. Теоретическую часть разделили на тематические блоки. Одна ошибка – и курсант получит пять дополнительных вопросов. Добавились новые элементы в практическую часть. Вместе со змейкой и разворотом в ограниченном пространстве нужно будет сдать поворот на 90 градусов. Сама змейка стала проще. На все элементы отводится конкретное время – от 30 секунд до 10 минут в зависимости от категории. Во время езды по городу экзамен будет фиксироваться на видеорегистратор. Ошибки разделили на грубые, средние и мелкие. На площадке уже оборудованы новые элементы. Их отрабатывают и новички, и те, кому экзамен сдавать до сентября. После первого числа обучение начнется по новому регламенту. Это, конечно, нанесет определенный отпечаток на обучение и на сдачу. Но ничего такого, скажем, сверхъестественного вот этот регламент не вносит. Сложнее придется тем, кто обучался по старым правилам и не сдаст экзамен в августе. Им придется пересдавать уже в сентябре, с учетом всех нововведений. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. В Самаре построен новый перинатальный центр. Это особенно важно для беременных женщин из группы РИСКО. Новый центр рассчитан на 130 коек. На строительство направили больше 2,5 миллиардов рублей. Центр уже работает. Олеся Корецкая с подробностями. Маленькой Милане всего второй день от роду, а она уже вошла в историю. Первый ребенок, который появился на свет в новом перинатальном центре больницы Середавина. Малышка родилась в срок с массой чуть больше 3 килограммов. В другом отделении пациентки в ожидании часа икс. Ольга Садовникова готовится к рождению второго ребенка. Первого рожала в обычном роддоме. Есть с чем сравнить. Здесь мы лежим вдвоем, друг другу не мешаем абсолютно, но можем пообщаться. У нас отдельный санузел, отдельный душ. В общем, условия, конечно, замечательные. Палаты одноместные и двухместные. Все удобства. Кнопка связи с медперсоналом. Кажется, что такие условия можно получить только платно. Но вся медицинская помощь будет оказываться бесплатно по родовому сертификату. Уже у нас перинатальный центр загружен очень даже хорошо. У нас уже находится 44 женщины в перинатальном центре. Основное его предназначение – это госпитализация и родоразрешение женщин высокой группы риска нашего Самарского региона. Самое сердце – неонатология. Здесь спасают и выхаживают глубоко недоношенных малышей. Кювезы, аппараты ИВЛ, инфузионные насосы создают ребенку условия, как у мамы в животике. Здесь все самое современное оборудование. Есть и единственный в области аппарат для гипотермии. Он помогает минимизировать или вовсе устранить поражение центральной нервной системы. Клетки мозга не погибают в этот момент, что вот для чего это все и проводится. А потом ребенок постепенно согревается и уже дальше проводится лечение такое, как и всем остальным. Это важно начать в первые часы после рождения. В центре есть два инфекционных родовых блока – отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин, у которых возникли осложнения – угроза прерывания беременности. Кроме того, здесь теперь могут сохранить беременность тем, кому было запрещено рожать по медицинским показаниям – при наличии сахарного диабета, бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней суставов. Пациентов реанимации могут навещать родственники. Самарский перинатальный центр сможет принять до 5000 родов в год. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. Осень вступила в свои права. Это, конечно, заметили все. Самое время позаботиться о здоровье. В Самаре уже началась прививочная кампания. В поликлинике поступили первые партии вакцины. Медики ожидают подъем заболеваемости в конце сентября. Почему важно позаботиться о своем иммунитете уже сейчас? Смотрите в следующем сюжете. Прививки от гриппа Елена Городнова делает уже восьмой год. Профилактику проводит сразу, как только начинается вакцинация. Говорит, эффект есть. Тем более, что по работе приходится много общаться с людьми. Вот я главный бухгалтер. Я свою бухгалтерию ставила в одно из условий. Обязательно прививаться. Кто заболеет непривитый, будет наказан. И знаете, как бы очень было эффективно. Приезжали на работу, делали нам прививки, и все было замечательно. В этом сезоне подъема заболеваемости не было. Жаркое лето поспособствовало. С наступлением холодов поток пациентов с ОРВИ и гриппом возрастает. За первые два дня прививочной кампании в 4-й горбольнице вакцину против гриппа получили уже 650 человек. Сейчас же погода плохая стала, поэтому часто люди болеют гриппом. Поэтому решила сделать прививку. В этом году мы отмечаем, что население стало более грамотно. Оно самостоятельно обращается в поликлинику для того, чтобы сделать прививку. Но как таковых у нас не было очковых вспышек. В основном пациенты сразу же обращаются в поликлинику. С началом прививочной кампании поликлиники и больницы информируют людей. Рассылают письма в организации, приглашают на прививку. Каждый год состав вакцины меняется. Вносят новые штаммы. Прививку нужно делать минимум за три недели до начала эпидемии, говорят врачи. Обычно подъем заболеваемости начинается во второй половине сентября и продолжается почти два месяца. Особенно важно получить вакцину людям из группы риска. К ним относятся листы старше 60 лет, люди, часто страдающие бронхолегочными заболеваниями, беременные женщины, медицинские работники, работники образования, работники сферы обслуживания, торговли. На вакцину надейся, а сам не плашай. Врачи напоминают всем пациентам про общие правила профилактики простудных заболеваний и гриппа. Чаще мыть руки, проветривать помещение, проводить влажную уборку, использовать защитные лекарственные средства перед выходом на улицу. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. Новый мемориал появился в Техническом университете. Это две дивизионные пушки. Орудия, которые теперь могут служить только музейными экспонатами, проделали путь в сотни километров. Почему пушки оказались именно здесь, узнала Алина Чемерис. Новый мемориал в Техническом университете встречают аплодисментами и поднятием флагов России и факультетов. Две 85-мм дивизионных пушки привезли в Самару с военного склада в Уфе. Орудия снято с вооружения и стрелять уже не могут. Теперь это музейные экспонаты. Выпускать такие пушки начали в 43-м году, когда советская противотанковая артиллерия уже не могла справиться с тяжелыми бронемашинами немцев. Тогда по фашистским танкам стали бить прямой наводкой зенитками, а вскоре на их основе сделали артиллерийское орудие. Так как зенитная орудия все-таки приспособлена для того, чтобы стрелять по воздушным целям, оно было не защищено, имелось много лишнего оборудования, которое в принципе не нужно для ведения боя с танками. Имело высокую базу, поэтому сделали вот такой образец на базе вот этого 85-мм орудия. Пушки теперь красуются у входа в седьмой корпус технического университета. Выбор места не случайен. Здесь располагается инженерно-технологический факультет, который был основан в годы войны, чтобы снабжать кадрами эвакуированные заводы, которые выпускали взрывчатку и боеприпасы. Факультет и сейчас считается оборонным. Многое здесь держат в секрете. Ученые уже получили около сотни патентов. Научные исследования, которые проводятся здесь, тем или иным образом связаны с повышением обороноспособности нашей Родины. Это разработка систем вооружения, боеприпасов к ним и различных технологий, которые сопутствующие. Руководство факультета уверено, пушки, установленные у дверей вуза, помогут студентам, если не разгрызть, то пробить гранит науки и стать более дисциплинированными. Мне самое главное, чем чаще будут наши студенты видеть их, у них сразу появляется у ребят серьезность отношения к своему делу, ну и большое воспитательное значение. Когда мужчина знает, что он причастен к выпуску грозного оружия, он всегда серьезно относится ко всему. К сохранению памяти в опорном вузе относятся с особым трепетом. Ранее здесь открыли мемориал воинам-интернационалистам, установили памятник инженеру. Устанавливать мемориалы в техническом университете традиция. На территории вуза их десятки, вот один из них, зачетка и штык. На нем имена студентов и преподавателей, ушедших на фронт и погибших в первые дни войны. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Свой столетний юбилей отметил на этой неделе поселок Управленческий. В праздничной программе торжества с музыкой, танцами и огромным тортом. На дне рождения побывала и Марина Матвейшина. На улицах Управленческого как никогда многолюдно. Повсюду слышны музыка, песни и задорный смех. Жители поздравляют друг друга с днем рождения поселка и признаются ему в любви. Вообще от всех остальных поселков, городков наших Самары Управленческий самый прекрасный городок. Теплый. И люди здесь доброжелательные. Очень даже. Все веселые, доброжелательные. Это видно. Вон сколько у нас ансамблей выступает. Сколько хор выступает. У нас много-много всяких разных мероприятий, танцевальных. Во-первых, этот поселок расположен близко от Волги. Прекрасный воздух. Вокруг лесом окружен. Все прекрасно. В 1916 году было принято решение построить в районе Коптево-Оврага пороховой завод. Именно с этого момента и ведет свою историю поселок. Но нынешнее свое название он получил в 30-х годах, когда на Волге между Жигулевскими и Сокольями горами решили построить плотину и гидроэлектростанцию. Возвести успели лишь поселок и комплекс управления Куйбышевским гидроузлом. Отсюда и название – Управленческий. А строительство ГЭС так и не началось. С началом войны в Управленческий был перенесен завод из Киева. Позже к нему присоединился еще один из Москвы. Объединенный завод стал называться номер 145 имени Кирова. Сейчас это завод Кузнецов. На тот момент здесь проживала техническая элита страны. История поселка в фотографиях представлена на выставке в Доме культуры Чайка. На уникальных фотоснимках запечатлены все вехи жизни Управленческого. Это все было благодаря тому, все эти события исторические происходили. И доверие, которое оказывало правительство страны поселку Управленческий, происходило благодаря тому, что здесь работали, работают и будут работать долгие годы. Очень трудолюбивые, профессиональные люди, собранные люди. Люди, понимающие, что такое единство. Люди, понимающие, что такое государственность и что такое государство. Управленческий по праву считается самым живописным местом Самары. Вертолетная площадка на Управленческом стала достопримечательностью общегородского масштаба. Сюда приезжают самарцы со всего города, чтобы полюбоваться живописными видами. А молодожены обязательно включают вертолетку в свой свадебный маршрут. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Вернулись с триумфом. Тольяттинские гандболистки, завоевавшие золото Олимпийских игр в составе сборной России, встретились с самарскими журналистами и рассказали о приеме президента и своих эмоциях от Олимпиады. Подробности в нашем сюжете. Тольяттинских гандболисток встречали так, как и подобает встречать чемпионов. Как только девушки зашли в конференц-зал, раздались аплодисменты. Спортсменки клуба «Лада» внесли весомый вклад в победу сборной России в Рио-де-Жанейро. И теперь тольяттинки Ирина Близнова, Ольга Акопян, Дарья Дмитриева и Татьяна Ерохина носят гордое звание олимпийских чемпионов. Конечно, мы не ожидали, что когда мы спустимся с трапа самолета, выйдем в терминал, что будет столько народу. Народ нас ставил, ждал. Задержка рейса была, да. Четыре часа, конечно, эмоции хлынули, когда тебе начали дарить цветы, шарики. И потом на следующий день, конечно, встреча президента тоже. Такое не забывается. Это золото называют незапланированным, но от этого каким особенным оно стало для всей страны. Женская сборная России по гандболу впервые в своей истории стала победителем Олимпийских игр. Ранее это удавалось только команде СССР, 36 лет назад. Тренер клуба «Лада» Ливон Акопян рассказывает, на Олимпиаду ехали за медалями. За какими не знали, но точно за медалями. От областного правительства чемпионки и их тренер получили денежное вознаграждение. И сегодня гандболисток поздравил губернатор. Спортсменки, в свою очередь, подарили Николаю Меркушкину сувениры из Рио, игровой мяч, шарф и майку с автографами всей сборной России по гандболу. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Самара зажигает звезды футбольные. В Куйбышевском районе прошел спортивный праздник «Я люблю футбол». Он приурочен к подготовке чемпионата мира 2018 года. Олег Зверев тоже зарядился футбольным драйвом. Рисунок для красоты и большего спортивного драйва. Мастера аквагрима предлагают разные варианты, но самый большой спрос на российский триколор. Это будет флаг России, только в таком вот, грубо говоря, девчачьем формате. С рисунком и без, с мячом и на велосипедах идея сегодня одна – «Я люблю футбол». Спортивный праздник с таким названием прошел в Куйбышевском районе Самары. Нужны России футболисты, и с таких мероприятий начинается дорога к большому спорту. Александр Дубаев занимается футбольным фристайлом недавно, а его уже награждают за смелые трюки. Самые простые – это вокруг света. Есть более сложные трюки, но и самые сложные – уже учатся по несколько месяцев. Я пока что такие еще не умею. Но есть к чему стремиться. Стремиться есть к чему. Сегодня свое мастерство показывает группа черлидинга, а это экзамен на знание географии. Собрать спилс-карту страны по силам далеко не каждого, но награда за успех – значок «Я знаю Россию». Идею праздника предложил молодежный парламент при Куйбышевском райсовете. Администрация решила поддержать. Я думаю, что многие из них после этого праздника придут на наш стадион «Нефтяник», который будет в конце сентября отремонтирован, полностью реконструирован. И там вновь откроется наша детская, юношеская спортивная школа. Не только молодежь. К перетягиванию каната присоединяется старшая гвардия. Восьмой цех против шестого и четвертого. Сотрудники предприятий соревнуются, подтверждая известную истину. В спорте есть соперники, в спорте нет врагов. Все знакомые, все дружим. Спорт есть, дружба. В программе праздника конкурсы и викторины. Что самое важное – возможность научиться мастерству у профессионалов. Олег Зверев, Василий Калдашов. События. Личный вклад в преображение города. В преддверии Чемпионата мира по футболу в Самаре к ремонту фасадов исторических зданий привлекают инвесторов. Сейчас в работе 28 фасадов. С начала года новый вид уже обрели десятки зданий. В их числе дом, где родился и жил Ильдар Рязанов. Когда Самару ждет глобальное обновление, расскажет Алина Чемерес. Этому зданию на улице Фрунзе более века здесь несколько лет жил известный режиссер Ильдар Рязанов. В середине июля фасад дома отремонтировали за счет средств инвестора. Сохранили все – и лепнину, и узоры. К обновлению исторического здания инвесторы подошли со всей серьезностью. Главная задача – воссоздать облик, сотворенный более сотни лет назад. Чтобы понять, как должно выглядеть строение и каким должен быть его цвет, консультировались с главным архитектором Самары. Сейчас здание уже готово встречать красотой жителей и гостей города. Мы покрасили просто здание, вывели, сохранили лепнину вот эту, чтобы было отколото. Нанимали там хороших специалистов, чтобы можно было все это сохранить. Кроме исторических зданий, ремонтируют фасады жилых домов. Один из них на улице Авроры. Его привели в порядок в августе. Сначала покрыли декоративной штукатуркой, потом покрасили. Яркий насыщенный цвет взят из палитры, которую специально разработали для реставрации зданий к чемпионату мира. Из 26 домов, которые планируют обновить на Авроре, 4 уже отремонтировали. Все за счет предпринимателей. Спонсоров уже нашли для следующих пяти зданий. Еще 17 домов пока ждут своих инвесторов. Нам не безразлично вид нашего города. И мы решили откликнуться на просьбу департамента помочь в украшении нашего города чемпионата. Думаю, этот фасад простоит достаточно долгое время. Ну, наверное, не менее 10 лет. Поэтому капитальный ремонт этому дому, по крайней мере, фасада, не понадобится в ближайшее время, это точно. Всего в Самаре в преддверии чемпионата мира по футболу планируют отремонтировать почти 300 объектов культурного наследия и более 500 многоквартирных домов. На это из областного бюджета выделили около 2 миллиардов рублей. Чтобы ускорить процесс, в этом году к обновлению города начали привлекать бизнес. Сейчас на средства предпринимателей приводят в порядок 28 зданий. Еще по поводу 46 ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Они городу приносят вот такой замечательный подарок, который будет иметься такие последствия, как привлечение большего числа туристов и гостей в город, создать положительный имидж, который окажет влияние на получение дополнительных доходов в ближайшей перспективе. Планируется, что Самара преобразится до конца 2017 года, чтобы в 2018 город шагнул уже в новом облике. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Вот такой запомнилась нам прошедшая неделя. А я желаю вам хороших выходных и отличного настроения. Увидимся!